Здорово! Цветы? Да, цветы. Жене, да, да, жене. Вот смотрю я на вас семейных, что за жизнь у вас? Подождите, но ведь вы тоже, как мне кажется, женаты и даже знакомили меня со своей женой. Я? Да ну что вы. У меня брак фиктивный, ну подумайте сами, стал бы я жениться на ней, ну что вы. А что, мне показалось, что ваша жена очень даже симпатичная. Нет, она красивая женщина. Да, все равно, брак фиктивный. Ну а свадьба у вас была настоящая? Настоящая. И горько кричали? Ну а как же, я сам кричал. И вы целовались? Ну а как же, конечно. Надо же было сделать все так, чтобы никто ничего не понял, что брак фиктивный. Понимаете? Я вам скажу честно, она в принципе неплохой человек, но походка... Что, некрасивая? Да нету слова, такое ощущение, что она подкрадывается ко мне. Вы меня, конечно, извините, но какая разница вам, какая у нее походка, если, как вы говорите, брак у вас фиктивный. Что вам, ходить куда-то вместе? Ну а как же, а в театр, а в кино? Все равно, вы знаете, вы поймите, что в любом случае ходить-то надо. Ну, получается, что вы к ней приезжаете, и вы вместе с ней куда-то идете. Куда приезжаю? Я у нее и живу. Да? Ну, конечно. У нее же это же ужасно неудобно. Вы знаете, честно говоря, да. Жена постоянно рядом, муж ее постоянно под ногами. Между нами зарабатывает, а не важно, слабенько зарабатывает. То муж? Ну да. А кто он ее муж-то? Да я кто же еще. Вы мне извините, но такое впечатление, что вы женаты по-настоящему. Не морозьте мне голову. Да ну что вы. У нее же двое детей. Ну что? Двое детей. Ну, конечно. Тогда другое дело. И как они вас называют? Папой. Привыкли, значит? Конечно, привыкли. Двенадцать лет уж как вместе. Да вы меня, конечно, извините, а от кого дети? Да от меня от кого же еще. И дети так думаю. Но на самом деле. От меня и есть. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, а до свадьбы у вашей жены дети были? Да, один был. От кого? Слушай, пошляк какой-то, я не пойму. Да от меня от кого же еще? Я же рассказываю. Я к ней прихожу. Приношу ей деньги. Она стирает, гладит. Все делается для того, чтобы никто ничего не понял. Стой, смотрите, значит, живете вместе. Дети общие. Зарплату отдаете. Все как у меня. А брак фиктивный. Я не понимаю, для чего это нужно? Не понимаете? Нет. А для свободы. Для свободы. Либерти. Свобода. Понимаете? Вот у вас брак настоящий? У меня настоящий, да. Я вот цветы жене несу, да. Зато свобода фиктивная. А у меня, наоборот, у меня брак фиктивный, зато свобода настоящая. Слушайте, но ведь это же в конце концов незаконно фиктивный брак. За это же наказать могут. Ну, а кто об этом узнает? Кто догадается? Ну, мало ли, вдруг кто-нибудь проболтается. Вон, народу сколько. Ну, я надеюсь, этот разговор останется между нами. Нет, вы за меня можете не волноваться, но, хорошо, а вдруг ваша жена кому-нибудь об этом проболтается? Да никогда в жизни. Она об этом понятия не имеет. Да, она об этом даже не догадывается. Все ясно, понятно. А, вот так. Вот вы сейчас куда пойдете? Куда? Домой, куда? Вот. А я куда захочу, туда и пойду. Ну, и куда же вы захотите? Домой, куда же еще? Извините. Иду, зайду. Ну, иду, зайду. В глазах, что называется «Сходу», сейчас родится номер. Актерская труппа турнира пародистов «Повтори» озвучивает фрагменты любимых мультфильмов. Карусель, карусель, начинаем рассказ. Преднасвязки, песни и веселье. Последний день. Мы строили, строили, и, наконец, построили. Ура! А давайте отдадим этот дом к детскому садику, а я там буду работать игрушкой. Если меня возьмут, конечно, я же неизвестно кто. По синему морю в зеленой земле плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети. Да ладно, попытаемся спасти. Это трижды. Никому не нужно жить. О, так, увеличена печень, печень. Увеличена селезеночка. О ритме. Ой, какая прелесть. Замечательно. Слово «ром» и слово «смерть» для вас назначает одно и то же. Вы меня поняли? До свидания, Джим. До свидания, мой пальчик. Я на солнышке сижу, я на солнышке держу. Все сижу и сижу, это солнышка держу. Хорошо. А где у тебя дедушка спит? А, какой еще дедушка? А дедушка, да там, в приемной, на коврике. Если он плохо себя ведет, то я его веником. Это правильно. В царских семьях уж таков порядок древний. По расчету надо замуж выходить. А я не хочу, не хочу по расчету. А я полюбить, полюбить хочу. Свободу, свободу, не дайте свободу. Я птицей у вас улечу. Хорошо живет на свете весь день, бух. От кого поет, то дайте песни и слух. И не важно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь я худеть не стану, не буду. И если вовремя не подкрепить. А, это ты! Здорово! О, а у тебя две головы, а у меня одна. Это не голова, это шапка. А голова? О! А почему у тебя на носу не растут волосы? Ай, я не знаю. И когтей у тебя нет. А может, пойдем к морю? Ай, да! Говорят, мы бяки-пуки, как выносят нас земля. Но дайте, что ли, каждый в руки погадать на короля. Ой-я-я, ой-я-я, погадать на короля. Ой-я-я, ой-я-я, эхмал! Отпускай. Ура! На кого я теперь похож? На метрелетик, который летит на воздушном шаре. А на чертую тучку развить не похож? Нет, не очень. Ралка. А что же делать? Обедай и... Хоть туда-сюда обедай. Ага. Давай. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Станет солнце над лесом, только не для меня. Ведь теперь без принцессы не прожить мне и дня. Что же это такое, что случилось со мной? В королевских покоях потеряла покой. Аплодисменты. 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 Да бог в помощь. Ты шо по деревьям лазишь? Да вот, птичку, это... Выгнали. А помнишь, как ты меня гонял? Так я, это... Ну да, работа такая, да. Эх, а я всю жизнь мотаюсь, и никто мне сам косточку не даст. Так я, это... Теперь как я, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Что это мы все без молока, да без молока? Так и умереть можно. Надо бы корову купить. Надо бы, да денег нет. А может занять у соседей? А чем отдавать будем? Отдавать надо. Отдавать будем молоком? А, молоко-то зачем отдавать? Зачем корову тогда? Значит, надо что-нибудь продать. А что? А что-нибудь ненужное? Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. У нас денег нет. А давай, Шарик, мы тебя продадим. Это как так? Меня? Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Ура! А что такое склад? Знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем повязать миру. Карлсон, ты знаешь, она хочет попасть в телевизор. У тебя и дочь, что я думаю, у девицы хочет залить в самую маленькую коробочку, ничего не получится, ее надо будет распилить по полам. А ну нет, же нет. Ты опять же не так понял, да я тебе сейчас все объясню. Вален. Позвольте. Это кто? Это Карлсон, который живет на крыше. Расскажи, Снегурочка, где я была? Расскажи мне, милая, как дела? За тобою бегала Дед Мороз, пролила немалые горьких слез. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи. М-м-м, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди. Расскажи-то. Волоз, вы다� limp. Дуб Martinez, погоди. Вертикально-телеграфный столб. Один из них с помощью специального приспособления забирается наверх, достает рулетку, пытается что-то померить. У него не получается, он падает в грязь. Так продолжается 8 раз. Случайный прохожий Увидев, что творится Через полчаса после того, как он наблюдал Подходит к молдаванам К старшему Я извиняюсь, вот я вижу, что вы творите Может играть такая у вас, тогда прикалывайтесь дальше А может у вас задание, может я помогу Мне жалко парня, у него лицо затылок с одинаковым цветом Расскажите, что у вас случилось здесь Ты знаешь, нам надо померить высоту столба То ли у него там что-то перетягивает То ли они его не могут удержать Он падает тоже с утра, ты только пришел, он с утра падает Это шкашвар какой, какие проблемы Ну положите столб, да померьте Еще один придурок Нам высота нужна, а не длина Северный Казахстан Казахстанская степь На пригорок выходит лев В Казахстане Выходит лев Увидел все свои окрестности Остался доволен И вдруг видит маленького суслика Ну суслик что это здорово, это я, лев А что ты меня не приветствует Ну ты знаешь, что все здесь абсолютно мое Вот этот вот орел даже летает, он тоже мой Ты, кстати, тоже мой Все здесь принадлежит мне Даже то же ты видишь своими сусличьими шарами Еще не видишь, все равно все мое, абсолютно все мое Суслик говорит Что-то я не врубаюсь Вот что, Назарбаев уже не при делах Идут два украинца по улице Навстречу подбегает иностранец Excuse me, do you speak English? Can you help me? I have... Не понял Ты понял, что он тебе? Я не понимаю Что вам надо, молодой человек? Окей, парляет итальяно? Я не знаю А что вообще? Что? В чем разговор? Sprekenzi Deutsch? Habla ispanol? Ничего не получит, ничего не понимает он Окей, no problem Убежал А на другому с восторгом с таким Ты представляешь, полиглот Пять языков знает Ну шо воно ему дало Гаишник останавливает водителя Тот останавливается Лейтенант Самсонов Вы знак видели, вот там стоит? Тот говорит, да Сынок мой нарисовал Вы слыхали? Вчера таки умер Рабинович Шо вы говорите? Тише, вон он идет Мужик просыпается со страшного похмелья Такое начало уже было, подобное Вот он просыпается, ничего не может понять У него новая пижама Он пахнет дорогим одеколоном Ногти на ногах подстрижены Какого никогда в жизни не было? Музейная чистота совершенно потрясающая в комнате На тумбочке стоит бутылка пива И записка Любимый, единственный, обожаемый Я люблю только тебя Буду в пять Жена Он говорит, опа Никогда в жизни такого не было Он идет на маленьких ножках На трясущихся Открывает в комнату дверь к сыну Сидит сын, делает уроки Доброе утро, папа Говорит, Илюха Слушай, а вчера ничего такого не было Я пришел, может, выпившись слегка Ну, все нормально Он говорит, ну пап, все как обычно Когда тебя принесли, поставили к нам Вот ты сначала традиционно ударил маму Потом дал мне по затылку Потом с криком Спартак чемпион кнул кошку Вот, потом начал кататься на шторах Петь и уснул А потом, когда мама тебя положила на кровать И начала раздевать И когда начала стаскивать с тебя штаны Ты сказал, не трожь, сволочь, я женат Одесса На балкон выходит старый одессит Чем-то страшно расстроен Чем-то сильно недоволен У него падают сигареты Он бубнит себе под нос Ему все не нравится И вдалеке видит необычайной красоты радугу Реакция такая На это в них деньги есть Молодой грузин забирается на дерево Спасал кошку Кошка спрыгнула, убежала Он остался там Так бывает Не может слезть Плачет, грустит Приходят грузинские друзья, родственники Звучит слово МЧС Он четыре часа уже там Думает, что делать И вот приходит старый грузин Который обещает разрулить всю ситуацию Маркос, ты зачем туда залезть? Я не знаю Он не знает Молодой еще, неопытный совершенно Дайте мне, пожалуйста, веревку Дают веревку Держи давай Поймал? Молодец К дереву привязывать не надо На руку намотай Молодец Дзердай давай Бабах Лежит, поднимает голову из пыли Бекинзи Зачем ты так сделал? Меня так из колодца доставали Встречаются два украинца Привет, как тебя зовут? Серега Это меня так в честь деда назвали А тебе как? Игор В честь деда назвали? Нет В честь олимпийских игр Простите, пожалуйста, вы играете на рояле? Нет, а вы? Да Что да? Тоже нет Едет мужик на своей машине И восстанавливает гаишник Нормальный гаишник Но чукча Нормальный гаишник Все в таких милицейских хунтах Все на жезл, палочки Нарисованные полоски Фломастер И злой, главное То ли у него лень заболел То ли лыжи украли Но злой страшно Тормозите У вас не права, я сказал Где ваши права? Злой я не знаю Ну мужик полез Прав нет Нет, что делать? Достает Использовали календарик Он уже давно Держит 96-го года Пожалуйста Чукша берет календарик Смотрит на свет Хотел на зубы Не надо Посмотрел Злой же чук Сейчас сразу Достает ножницы Календарик На январь-февраль Выезды запрещаю Да, грузина Ничего Что бы ты делал Если бы на тебя В лесу напал медведь Белый, бурый Бурый Вилами заколол Не-не А если нет вилы Тогда что? Из ружья застрелил А ружья нет А где оно? Дома забил А я убежал А он догнал А я на дерево залез А нет дерева Что за лес такой? Такой лес был Бичуя, не врубаюсь Ты чей друг? Мой или медведя? Это было где-то в городе Энске В каком-то театре Ставили Спектакль на военную тему И во втором акте У одного из актеров Была такая небольшая Эпизодическая роль То есть как это происходило На сцену выходили Актеры, переодетые в немцев Офицеры, солдаты Выводили нашего актера Тоже на сцену Он был переодет в партизана И офицер спрашивал Где партизаны? Он говорит Не скажу Застрелять Его уводили за кулисы Слышался звук Выстрела И он был свободен Полторы минуты буквально Это шло Весь день свободен Значит ребята решили Над ним пошутить Приезжает он на такси Выходит Говорит Я сейчас две минуты Мы едем вместе Значит едем Он говорит Я жду счетчик щелкать Я знаю Он убежал туда Значит переоделся Гримм Третий звонок Начинается Актер Он выходит Немецкий офицер говорит Где партизаны? Он говорит Не скажу Тогда он вынимает Этот деревянный пистолет Подходит в лоб ему Умри собака Выстрел подушал Тут понял Что-то надо Надо же как-то реагировать В лоб за сандали Никто же не живет После такого выстрела Тем более не уходит за кулисы Ну что он рухнул И лежит как дурак Минут 10 полежал А там идет Вот ребята играют свою роль Он лежал Такси ждет Он полежал Минут 10 И встает по пластунски Смертельно раненого дает И полез туда И остается буквально полметра Офицер говорит Взять его обратно Его за ноги пертягивали Положили на средину сцены Опять он лежал Лежал там Шелков глазами Такси ждет Он полежал еще минут 10 Встает и такой Охая-ахая Смертельно Пошел туда Отсюда его обратно Солдаты привели ему в лоб опять Ба-а-а И солдаты ишмайсера Очередями добили С криком Я сгрут Тех持ительный Минут в crochets За оставшиеся 45 минут Его расстреливали 8 братьев fille Не разговаривал с труппой Потом 2 месяца Пока не компенсировали ему День Грузин пытается, как это у нас говорится, закадрить девушку. Подходит к ней. Девушка, я хочу предложить вам пометься вместе в бане. Она говорит, я извиняюсь, но я не могу пойти с вами в баню. Я практически вас не знаю. Хорошо, тогда, может быть, покатаемся на катере вместе. Ну, на катере другое дело. На катере, пожалуй, можно. Вот и хорошо. Не метьем, так катаньем. Супружеская молдавская пара впервые в жизни попадает на Испанию, на испанское взморье. Поселились в гостиницу, жена разбирает чемоданы. Муж убежал купаться в море, нырял, кувыркался, плескался. Вот, медузу проглотил случайно. Ну, улыбался под водой, это нельзя делать, конечно. Он возвращается в номер. Жены нет нигде. Обыскал все, в номере нет жены. Он приходит дежурной и говорит, excuse me, my wife, esposa, я облазил все. Я точно помню, что я пришел с ней, ее нет, я облазил все. Она говорит, что вы волнуете, успокойтесь. Она в сорок четвертом номере у Дона Педро. Он говорит, это исключено, вы знаете, мы из Молдавии, она не может знать никакого Дона Педро. Вы что-то не верите. Тем не менее, можете подняться, посмотреть. Он поднимается на четвертый этаж, сорок четвертый номер, постучал, не заперто, открывает дверь. На красивой такой кожаной мебели сидит такой испанский мачо, такой в белоснежном костюме, бриолин, сигара, улыбка голливудская, красавец такой. Такой, аля Антонио Бандерас, они повстречали взглядом, смотрят друг на друга. Вдруг выходит из ванной комнаты, действительно, выходит его жена, этого мужика. Ну, ее надо отдельно описать, вышла такая доробала, кривоногая, как кошмар, как такой, пузо на коленях висит. Какие-то родинками висячими побиты, как шрапнелью, ну, ужас вообще. Целлюлит даже на мизинцах вышла, такая дороба. И у мужика реакция, блин, как перед Доном Педро, неудобно. Спасибо, мой любимый. Все для тебя. Ой, милый, спасибо, спасибо, мой дорогой, господи, боже мой, как ты узнал, это мои любимые цветы, спасибо. Ой, какой запах, какой аромат. Вау. Хорошо, правда? Ой, замечательно. Все сегодня для тебя. Замечательно, сегодня лучший вечер, лучший вечер в моей жизни. Спасибо, мой любимый. Ты рада, что мы, наконец, в Архангельске? Да, да. Я счастлива, боже мой, я всю жизнь мечтала в Архангельске, в Архангельске. Здесь, говорят, родился Ломоносов. Да, и? Да, и? 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 Здесь снимается передача «Аншлаг». Сюм. Смотри, посмотри, посмотри, посмотри. Она всегда улыбается. Спасибо, мой родной. Спасибо, мой дорогой. Тебе удобно? Да. Тебе не холодно? Да. И не жарко? Нет. Ты уверена? Да. Хорошо. Да. Ты бы сказала, если было плохо, правильно? Конечно, конечно. Конечно, я всегда говорю правду, спасибо. Обещай. Да? Дорогая, я огромная просьба. Не нужно говорить, что тебе хорошо, только для того, чтобы мне было приятно. Конечно, конечно. Ну что ты, ну я же всегда правду. Я только правду тебе говорю, всегда правду. Уже двадцать лет одна, правда. Ты знаешь, я хочу тебе предложить. Да. Если хочешь, можем перейти в другой ресторан. Нет, 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 нет. Спасибо, спасибо. Спасибо, мой хороший. Это замечательный ресторан. Это великолепный ресторан. Мне нравится здесь. Очень красиво. Я очень вас не помню. Очень красиво. Да. Да. Если хочешь, можем вон туда сесть за тот столик. Нет. Там освободилось место. Нет. Ну зачем? Не стесняйся. Ну я не стесняюсь, ну милый мой. А то я смотришь. Нет. Еще одно небольшое предложение. Если хочешь, можем поменяться местами. Ты только скажи. Здесь тоже прекрасный вид. Тоже всех видно. Если хочешь. Нет. Ну хорошо. Ты знаешь... Что? Давай сейчас возьму другой стул. Я сяду сюда. Ты садишь на мое место и будет все прекрасно. Посмотрим. Ну, 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 ну. Спокойно. Нет, я останусь здесь. Или ты хочешь на мое место? Нет, я здесь. Я здесь останусь, милый. Ну хорошо. Но я останусь здесь. Но. Ты знаешь, у меня... Есть еще одна мысль. Ты знаешь, если бы у нас был еще один стул, можно съесть новоранную. СМЕХАЕТСЯ. 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 Послушай меня внимательно. Послушай внимательно. Смотри мне в глаза. Мне здесь нравится. Мне нравится в этом ресторане. У меня замечательное место. Не отвлекайся от... Мне в глаза смотри. СМЕХАЕТСЯ. Помни о главном. Помни о главном. Помни о главном. У нас сегодня самый лучший день в нашей жизни. Ты понял? Понял. Я понял. Я надоел тебе. СМЕХАЕТСЯ. 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 Нет. Я точно не надоел тебе? Ну, да нет. Честно? Честно. Ты уверен? Я клянусь. Ты клянешься? Я клянусь. СМЕХАЕТСЯ. СМЕХАЕТСЯ. Я не боюсь, что я тебя посадил туда и тебе не видно Регина. СМЕХАЕТСЯ. 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 Все хорошо? Не видно Регина. СМЕХАЕТСЯ. СМЕХАЕТСЯ. Ну, хорошо. Тогда я сяду сюда. СМЕХАЕТСЯ. СМЕХАЕТСЯ. Боюсь, я сегодня не самая лучшая компания. СМЕХАЕТСЯ. Прости, прости, прости меня, пожалуйста. Прости. Это я нервничаю. Я тебя обидела. Прости. Ты ведешь себя прекрасно. Ты трениров. Господи. Даже не думай об этом. Пожалуйста. Все дело во мне. СМЕХАЕТСЯ. 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 Я не нравлюсь тебе. Нравишься. СМЕХАЕТСЯ. 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 Ты и раньше говорила, что я надоедаю тебе своими придирками. СМЕХАЕТСЯ. Да нет же, ну нет. Я действительно надоедаю тебе? СМЕХАЕТСЯ. Немножко. СМЕХАЕТСЯ. СМЕХАЕТСЯ. Может, ты хочешь уйти? Нет. или я уйду нет или вместе уйдем или остались на разными столами как хочешь когда я уйду или ты уйдешь мне 45 лет я отсюда никуда не уйду когда я молчу я слова не скажу больше счастлива тебе удобно тебе хорошо тебе не холодно и не жарко если хочешь можно взять три стой выйти на веранду или я скажу возьму стой они возьмут козел я думал она никогда не уйдет алло Тамара я свободен давай иду